Казахстанцы будут просыпаться на час позже. В эксклюзивном интервью телеканалу Атамикенбизнес министр торговли Арман Шаккалеев объяснил, как будет работать единый часовой пояс. Ведомство инициировало проект, согласно которому в следующем году в ночь с 29 февраля на 1 марта страна проснется по новому времени в пятом часовом поясе. Как это отразится на жителях, расскажет моя коллега Зарина Хмельчана. Многие казахстанцы испытывают недосып и усталость. Это проблема, кстати, мировая. Ее ученые связывают с неправильными часовыми поясами. Точнее, когда люди просыпаются и ложатся спать не по солнечному ритму. Например, организму тяжело, когда на часах 8 утра, а за окном кромешная ночь. Чтобы исправить ситуацию, в Казахстане предлагают ввести единый часовой пояс вместо существующих двух. Простыми словами, при переходе на UTC плюс 5 для жителей Запада ничего не поменяется. А вот вся оставшая часть страны, от центральных до восточных регионов, будет просыпаться на час позже. Но здесь, опять же, нельзя говорить, что изменится трудовое расписание и так далее. Мы, переходя на единый пояс, самое главное – это самочувствие населения. Чтобы вы, когда просыпались, было не слишком темно. И у некоторых даже есть заблуждение, что больше работать будут на час или меньше. Нет, конечно, это абсолютно с этим не связано. То есть, по будильнику казахстанцы будут просыпаться, как и раньше. Идти на работу, отводить детей в школу и садик – тоже по прежнему графику. Смена часового пояса сбегается для соответствия солнечному дню. Депутат Мажелиса Иркен Абиль заявляет, что сейчас из-за разного времени Казахстан несет и экономические потери. Вот два часовых пояса – это определенное неудобство. Это разница транспортная, логистические вопросы, вопросы, скажем, банковские, когда банковский день завершается для Запада на час раньше. Это вопрос управления. Мы теряем два часа фактически, когда западное время у них там рабочий день не начался, в Астане уже идет час рабочего времени. Сам проект единого часового пояса сейчас находится на публичном обсуждении на платформе «Открытые МПА». И, судя по комментариям, идеи казахстанцам не нравятся. Тем не менее, перевод часовых стрелок запланирован в ночь с 29 февраля на 1 марта. Новое время для людей не будет шоковым, считают эксперты. Для того, чтобы полноценно вырабатывался мелатонин, когда нужно, в ночное время, для глубокого сна, или кортизол, для того, чтобы мы были в ритме активности, бодрствования, или серотонин, гормон счастья. Для этого, собственно, и есть в организме человека механизмы адаптации. Поэтому, я говорю, здесь сам переход не будет болезненным для здоровья населения нашей республики. Впрочем, это не первые эксперименты правительства. Казахстанцы до 2005 года жили в летнем и зимнем времени. Потом от этой практики отказались. Казалардинская область и вовсе успела побывать в четвертом, потом в шестом, затем в пятом часовом поясе. Поэтому, чем закончится новая реформа, покажет время. Зарина Ахмеджанова, Марат Беизов, Атамикен Бизнес.